Ну, что-то у меня все орхидеи зачахли, повяли. Видно, Изабель назавидовала. Точно, но завидовала. Нужно было бы их убрать, а я как дура. Проходите, располагайтесь, смотрите, какие у меня цветочки красивые. Вот тебе и капут. Всем здравствуйте, вы на канале Светлана Франция. Франция с душой, секреты парижанки, эстетика и этикет повседневной жизни. Спасибо, что зашли и подписались. И сегодня будет видео очень интересное. Мы продолжаем рубрику эстетики и этикета. И сегодня я расскажу вам секрет, что ни в коем случае не должны видеть ваши гости. Никогда. Спрячьте это быстро. Спрячьте это обязательно. Итак, приглашаем гостей. Не важно, на ужин, на обед, на аперитив. Я думаю, что мы все любим приглашать, а также ходить в гости и даже тем, кому этикет будет интересно послушать. Ну так, чтобы сравнить. В следующий раз придете в гости и сделаете заметку. Спрятаны у них эти вещи или нет. Кто-то суеверный, кто-то несуеверный, кто-то чистоплотный, кто-то не очень, кто-то любит приглашать гостей, а кто-то не любит. Но есть кое-какие правила, которые можно следовать, а можно совершенно и не следовать. И их нарушать. Итак, вы пригласили гостей. Естественно, я сужу по себе, а вы судите по себе. И, ну, я делаю уборку. Я думаю, что все делают минимальную уборку. Причем у меня на канале есть видео «Быстрая уборка». Оставлю вам ссылку в инфобоксе. Минимум уважения у братца в вашем доме. Чтобы гостям было приятно. Ведь вы, ваш дом, это ваше лицо в какой-то степени. Ну, скорее всего, не у всех так, у кого-то лицо и не очень ухоженное, у кого-то очень сильно ухоженное, слишком. Ну, давайте будем корректными. Попылесосить, вытереть пыль. Ну, унитаз, по-моему, да? Об этом же мы не говорим в видео. Есть такие вещи, которые по этикету не комильфу. Моветон по французскому этикету выставлять. Я уже вам рассказывала про, помните ли, про фотографию? Что личные фотографии можно в рамочках на комодик в спальню. Потому что, в принципе, гостей в спальню не приглашают. Вот французы, редко какие французы приглашают в спальню. Они проводят в салон, это гостиная. Могут и на кухню заглянуть. Но в спальню нет. В гостевую комнату. Так что про фотографии здесь уже каждый за себя решает. Ну, у французов, у каких-то много, у каких-то нет. Но считается, что это личное. И не всем хочется показывать, как они там на пляже, в купальниках. А для себя в спальне почему бы и не поставить такую фотографию. Хотя, честно скажу по себе, я не очень люблю такие фотографии в рамках. Хотя, у меня стоят родители и мой сынуля. Мне хватает. Даже свадебную фотографию я предпочитаю хранить в альбоме. Более эстетично достал, полистал. Кому захотел, показал. Кому от кого захотел, спрятал. Итак, первое, по этикету, естественно, мы убираем всю гигиену, личную гигиену. Но здесь просто банальность, я считаю. Но иногда мы про это забываем. Ваши гости могут захотеть и, скорее всего, могут попроситься в вашу, так сказать, дамскую комнату. Но это вполне нормально в течение вечера. И вот здесь туалет, ванная должны быть, конечно же, чистыми. Я про это не говорю. Но есть такой астюз. Маленький секретик. Даже туалетную бумагу, ее, в принципе, нужно убирать. Скажут, а как же тогда без туалетной бумаги? Ну, сейчас масса приспособок, коробочки, всякие такие под туалетную бумагу штучки, куда она просто-напросто убирается. Или она должна быть закрыта. Когда на стене просто закрыт вот этот колпачок, то есть не должен рулон туалетной бумаги стоять где-то. По этикету это не принято. И тем более все ваши запасы. Вот купили целый блок и поставили. Нет. Здесь уже сами решайте. Есть люди, которые очень красиво делают презентацию бумаги. Я видела даже видео. Да, нет. Ну, давайте поговорим, давайте поспорим, давайте просто пообсуждаем в конце концов. Личная гигиена. Ну, здесь уже женская гигиена, не будем заостряться. Если женщина уважает себя, естественно, она не оставит это на видном месте. Ну, и даже ваши личные вещи, как зубная щетка, в принципе, в то время, в этот период, когда гости пришли, бывает, что зубная щетка, она где-то на раковине. И у меня так бывает, но во время приглашен, в то время, когда приглашены гости, нужно все это убирать. Что касается также ваших ночнушек, халатиков, пижамок, даже самых красивых белье, даже самое сексуальное, вам не стоит его показывать. Даже если на дверке вот висит халат красивый или ночнушка, убирайте, убирайте. По этикету это не есть хорошо. Гостям совершенно не нужно видеть то, что вы носите вечером, когда вы ложитесь спать. Даже это самое шикарное, шоковое, и вам бы хотелось немножко хвастануть. Ну, не стоит. Если хотите, ну, быть такой элегантной, воспитанной и умной хозяйкой. Деньги. То, что касается денег. Убираем все от банкнот до монет, карточки банковские и, самое главное, чеки. Чеки, фактуры. Совершенно гостям не нужно знать, сколько вы истратили сегодня у кинеколога. Я не знаю. Или сколько вы истратили в секс-шопе. Я так утрирую, конечно. Или вы пошли к мяснику и купили килограмм сосисок. А говорите о правильном питании, да. То есть, вот этот миг, когда глаз падает на этот чек, люди просто-напросто могут все это прочитать. Или зайти в комнату увидеть. Вам это надо? Нет. Деньги и карточки. Это вообще не хочу сказать, что ваши приглашенные могут там что-то взять, присвоить и так далее. Но все-таки, чтобы не потерять, каждая вещь должна иметь свое укромное местечко. Здесь уже и уборка, и уют, и эстетика. Что касается лекарств. Будьте осторожны с лекарствами. Никому не нужно знать, что у вас сегодня вечером или сегодня ночью был приступ. Или изжога. Или у вас головная боль. Не раскидывайте таблетки. Или что у вас насморк. Или геморрой. Ну зачем им это знать? Убирайте все на свои места. Вроде банально, но иногда просто-напросто об этом можно забыть. Что очень интересно, это касаемо цветов. Вроде цветы, да. Куда убрать цветы? Куда? А у меня тут столько горшков. Но в принципе по этикету цветы это такие растения, да. Которые, существа, хотела сказать, впитывают в себя всю плохую энергию. Если вы хвастаетесь, ну в кавычках хвалитесь, вы горды, что у вас по десятому разу цветет орхидея, то будьте готовы к тому, что она может быстренько завянуть. Кто-то позавидовал. А возможно даже не то, что зависть. А по этикету, если вы показываете красивый цветок, то вы должны просто-напросто дать отросток. Вы должны поделиться этим отростком со своими гостями. А вы готовы раздербанить вашу орхидею и дать корешок? Я думаю, что многие любительницы цветов не готовы к этому. Вы не должны показывать свое богатство. Ну как не показывать свое богатство? То есть не разбрасывать по всему дому часы Rolex, шелковые платки Hermes или какие-то золотые украшения, дорогие вещи. Это не есть. Хорошо, это моветон. Ну покажу-ка я Любке, что вот новый у меня платочек Hermes куда-нибудь пристрою на видное место, чтобы увидела. Или шубку новенькую, вот на вешалочку, прямо у них перед глазами. Да, но в другой раз, когда Любка придет одна, а здесь вы пригласили гостей и, возможно, тех, которые с вами совершенно не знакомы, и вам хочется, и, возможно, будет лучше произвести на них более интеллигентное впечатление, и они пришли с вами пообщаться. Ведь гости, как я уже говорила, это не только еда, это не только показать дом, хотя возможно и показать и дом, и сад, но нужно уметь это делать. Но гости – это прежде всего общение, а общение – это прежде всего вы, как хозяйка и хозяин дома. Вы должны производить неизгладимое впечатление, чтобы люди захотели вас пригласить в свою очередь, и чтобы они захотели вернуться в ваш дом. А хвастовство дорогими вещами, украшениями – это ни к чему не приведет. И, вы знаете, человеку свойственно завидовать, даже если он это не покажет, возможно, ну, где-то там в глубине скажет – ай, а вам это надо? Вам нужна эта плохая энергия? Будьте осторожны также со шкафчиками и выдвижными ящичками, теми, которыми вы знаете, что во время ужина, например, вы можете их использовать. Дома в чистых, красивых, а в шкафу бардак. И вам вот нужно пришел лишний гость, так сказать, в кавычках, хороший гость, новый гость. Нужно бы еще достать приборы, а вы здесь открываете ящик, и повалилось. Чейки, не знаю, или просто кто-то рядом стоял, заглянул, а там такое. То есть будьте осторожны вот именно с этим. Мы все не идеальные, у нас не идеальные дома, где-то чисто, где-то не очень, где-то мы совсем не заглядываем на какие-то верха. Поэтому нужно относиться к этому спокойно. Но если вы хотите немножко следовать этикету, повседневному этикету, не быть каким-то эталоном, не быть такой Матроной, у которой все идеально и чисто, а просто уважать себя и уважать людей, которых вы пригласили, то обязательно, обязательно проследите, чтобы вот этот шкаф, который, или ящичек, который в нужный момент должен открыться, может открыться. Чтобы он был презентабельным. Вот такие мелочи вроде, как фотография, как цветы, ну цветы здесь можно все-таки поспорить, деньги, медикаменты, гигиена. Лучше, лучше задуматься об этом заранее, а не бегать и не расталкивать по углам в последний момент, когда гости уже на пороге и раздается звонок. Хочу добавить, не по теме, что делать? Пришли гости. Вообще, как бы приглашения рассылаются заранее по этикету. Вы приглашаете, если это, конечно, какой-то ужин, да, например. Не просто ваша дружеская компания, которую вы знаете давно, а вот решили ли собрать ужин. Приглашения рассылаются не в письменном виде, не пером, хотя можете делать и так, и на какой-то красивой бумаге, просто сейчас в электронном виде, эсэмэски, сейчас вы можете все это делать, это возможно. Вы пригласили, вы назначили дату, и хочу вам посоветовать. Сделайте над собой усилия, пригласите кого-то нового в вашу компанию. Вот этот новый человек один или со своей супругой, они могут изменить весь вечер, внести вот ту изюминку, которой вам не хватало. Вот вроде прошлая вечеринка была симпатичная, было все хорошо, но как-то скучновато. Поль о своих путешествиях, то в Азию, то в Америку, Мишель о своих детях. Ну вот одно и то же, хочется чего-то нового. То есть, вот возьмите смелость на себя пригласить кого-то нового, коллегу, знакомого, знакомого-знакомого. Тогда может быть намного интереснее вечеринка. Звонок в дверь, на улице холодно, зимняя одежда, зимняя одежда, верхняя одежда. Что делать? Вроде гости зашли. Давайте собирайте пальто, сейчас я оттащусь в этом, в кавычках, в спальню, на кровать. По этикепте такое не комольфо, мовый тон. Что делать? Если вешалки нет, нужно приспособить вот именно или вешалку, или какой-то стул, какую-то мебель, куда вы можете. То есть, ну вы уже предполагаете, холодно придут верхние одежды, чтобы не бросить на пол, не удалиться с этой хапкой, раскладывать одежду где-то. А люди тут с букетом цветов. Вот букет цветов, тоже нужно предвидеть вазу, то есть, не бежите вы укладывать одежду, не бежите вы за вазой. То есть, должно уже приготовлено быть ваза, мебель. И вы не оставляете людей по этикету одних. На стульчик, букетик, в руках или в вазу, водичку нальёте потом, видишь ли, разве, на вешалочку тоже потом. Первое, и очень важное, это всё-таки приглашённые. Их нельзя оставить одних. Их нужно провести, им нужно предложить напитки, а потом уже заниматься своими хозяйскими делами. Такие хозяйские дела, в принципе, они не должны занимать у вас много времени. Они должны проходить плавной волной, но незаметно. Если вы хотите, конечно же, следовать этикету. На сегодня, наверное, я закончу. А если эта тема вам понравилась, то обязательно напишите мне, и мы будем её продолжать. Я с удовольствием сделаю вам такие видео и приглашу вас. В наш коридорчик, почему нет. Поговорим и пригласим гостей. Ваша Светлана Франция. Всем пока.